В праздничный день в Юдина приехали исключительно звезды. Маленькие и уже подросшие, умные, веселые, талантливые, способные не только принимать любовь, но и дарить ее. Дети из замещающих семей и их родители – долгожданные гости в культурно-досуговом центре молодежной. Мы очень нужны друг другу, мы учим добру, они учат нас также быть милосердными. Перед концертом мастер-класс из подручных материалов, полотенца, кусочков ткани и канцелярских резинок под чутким руководством педагога любой желающий мог сделать символ наступающего года собаку. Малыши, конечно, не обошлись без помощи родителей. Впрочем, мероприятие и задумывалось как совместное. Через общение с родителями чувствуют в том числе и заботу к себе. Через общение с родителями учатся быть добрым, учатся сопереживать и помогать в будущем друзьям, своей семье, своим детям, которые у них впоследствии будут. Поэтому это очень значимо. И мы в этом году все мероприятия, которые проводились, старались проводить, чтобы это было совместно и ребенок, и его родители. Украшения на елке, установленные в молодежном, эксклюзивные, выпущены в единственном экземпляре. Они сделаны детьми из замещающих семей для новогоднего конкурса. Варя начала делать свою игрушку еще год назад. Ну, она из дерева, и я ее год назад начинала делать, и вчера ее нашла и докрасила. А Ульяна и Арина Артюхина с конкурсной задачей справились всего за один день. Мама сначала предложила идею, что можно сделать елочку из ватных дисков, но потом как-то само пошло. Сделали сначала конус, потом обклеили ватными дисками, потом сделали звездочку и вот так вот сделали типа снег. Подделку Бориса и Карины на елочку не повесишь, зато она может украсить любой праздничный стол. Сделала украшение большая и дружная семья – мама, папа и шестеро детей. Летом мы собирали шишки в Крыму. Мы их тоже покрыли белым снегом. И украсили елочками разными, своими шарами, и мама купила большие красивые свечки. Итоги конкурса подвели на праздничном концерте. Грамоты и призы получили авторы лучших елочных игрушек, то есть все конкурсанты. Они победили своим участием. Возможно, они переступили вот тот порог скромности или боязни. И увидев свою игрушку здесь, в следующий раз им будет проще и легче. Поэтому одного победителя не будет. Они все победили. Во-первых, мне очень понравились поделки. Это какая-то совершенно необыкновенная вещь, когда из полотенца получается раз и получилась собачка. Я надеюсь, что всем деткам, которые делали сегодня этих собачек, наступающий год собаки принесет счастье, здоровье, радости в их семье. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова». Я узнала.